То, что для одних россиян праздник спорта длиной в месяц, для других уже сейчас повод для раздражения. Хотя до первого матча еще больше недели особые меры безопасности в городах проведения чемпионата начали действовать уже сейчас. Жильцы ЖК Западной в Екатеринбурге могут праздновать победу. Мундиаль не отбросит их на месяц в 19 век. Но как быть с остальными ограничениями? Задача номер один обеспечить безопасность. Порой доходит, вот это рвение порой доходит до нелепости. Ну, например, сейчас в метро нет ни одной урны. Потому что было предписание в связи с террористической угрозой, урны быть не должно. Городская власть, она исполнительная. Ей делают предписания, диктуют, что необходимо делать. Одна из самых очевидных и заметных для всех местных жителей проблем – особый режим движения транспорта. В дни матчей и накануне перекроют улицы вокруг стадионов. В мэрии Москвы, например, обещают своевременно вывешивать все схемы с перекрытиями на официальном сайте. На время чемпионата ограничат движение междугородних пассажирских автобусов, а водители грузовиков смогут въезжать в районы стадионов только по спецпропускам. По мнению российских ритейлеров, из-за этого могут начаться перебои с поставками в продуктовые магазины. Уже с 1 июня в городах чемпионата введен полный запрет на полеты малой авиации без спецразрешения. Более того, сбивать уже тренируются даже квадрокоптеры. Для всех иностранцев и иногородних будет действовать особый режим регистрации. Ее нужно будет получать независимо от продолжительности поездки, причем иностранцам в первый же день. Для постояльцев отелей ее будут оформлять сами гостиницы. Те, кто останавливается в частном секторе, в теории должны будут сами идти в МВД. Правда, как проверить регистрацию всех болельщиков, неясно никому. Какие-то меры, на мой взгляд, совершенно избыточные. Но, с другой стороны, люди, которые за это несут персональную ответственность, конечно, они делают все возможное. То есть они решают свои задачи, а не задачи жителей города. В Днемачи ближайшие к стадионам магазины не будут продавать алкоголь и жидкости в стеклянных бутылках. Продавать, носить и использовать травматическое оружие нельзя будет в течение всего месяца. Еще один тотальный запрет на разведение огня, например, пикники с мангалами. Наконец, есть ограничения, вряд ли заметные напрямую, но с неприятными косвенными эффектами. На все время проведения чемпионата в 11 регионах остановлены опасные производства и перевозка опасных грузов. В этом списке не только экзотическое радиоактивное топливо, но и вполне прозаические вещи. Удобрения, типографская краска, нефтепродукты. О проблемах уже предупредили, например, автопроизводители. Не все комплектующие на конвейеры Ленобласти можно завести через петербургский порт заранее и на месяц вперед. В газовой истории в Екатеринбурге, к счастью, есть хэппи-энд. Но нет гарантии, что она станет последней. И тем более никаких гарантий, что в следующий раз организаторы Мундиаля смогут позаботиться о болельщиках не в ущерб интересам местных жителей. Андрей Шашков, Сергей Подобедов, RTVI.